Опасен тот, кто организовал в период военных действий выборы. А уже на выборы, знаете как, опасен не крысы опасны, а тот, кто пустил крыс в город. Вот зверей в город пустили в США пятая колонна в российской власти. Потому что очевидно, конечно, главнокомандующему президенту нужна легитимность. Никто не спорит. Но легитимность от референдума о полномочиях просто в 10 раз больше, чем легитимность от альтернативных выборов. Понимаете, да? Потому что альтернативные выборы это как бы выбор с нуля. Это не продолжение общественной поддержки действий курса и человека. А это типа давайте с утра подумаем и кто нам интереснее. В условиях военной действия выбор с нуля это всегда либо катастрофа, либо серьезный шаг назад. То есть я надеюсь, что российскому народу хватит ума поддержать Путина в огромных масштабах. Ну там процентов там 80 из 90. Но 10 процентов, которые будут голосовать против него, ну вообще-то говоря, это демонстрация силы врага. И эти, если бы 10 процентов выступили против Сталина в Великую Отечественную войну, их бы назвали врагами и расстреляли. Понимаете? А сейчас это можно делать. И в этом плане Надеждин, он всего лишь результат американской политики. Он ими подготовлен и остальные такие же. То есть мы говорим, тут нельзя делить его, что есть вот как бы плохой Надеждин и хорошие остальные альтернативные как бы кандидаты. Тут они все враги. Все до одного. И в этом плане Надеждин просто откровенный враг. А другие тоже такие же враги, только не орут об этом на каждом углу. Поэтому я считаю, что надо устроить, так сказать, в период избирательной кампании сосредоточиться на российскому народу на тотальном отвержении этих кандидатов. Не просто там ходить с ними там выяснять отношения, голосовать за них или не голосовать, а прямо говорить открыто, что вы враги, подлецы, сволочи. Понимаете? И весь народ должен это сделать. Вот когда был индийский этап национально-освободительной борьбы, когда Ганди эту борьбу, помните, был отказ от покупки английских товаров, оккупантов и так далее. Вот должен быть отказ народа России от каких-либо дел с этими подлетами и предателями Отечества. Понимаете? Это вот как вот сейчас произошло отторжение после голой вечеринки. Это куда более антироссийское участие в антироссийской кампании, чем, значит, голышом ткать на этой вечеринке. Понимаете? Ну вот вечеринку народ разобрался, а вот здесь как бы народ не понял. Поэтому эти люди просто должны исчезнуть с нашей земли. Понятно, что они не нарушают закон, но законы оккупационные, но они очевидные враги Отечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова